Ай, ну что ж, снова всем привет, мои дорогие, любимые подписчики и гости моего канала. С вами канал Мария Майя Вор и я Мария. И мы с вами будем продолжать, точнее мы будем уже наконец заканчивать прохождение замечательнейшей, чудеснейшей игры Very Little Nightmares. И да, ребят, конечно, мне немножечко грустно, мне очень не хочется, ну, заканчивать прохождение этой прекрасной игры, но, к сожалению, игра подходит к концу. У нас остался самый последний эпизод, то есть если вы смотрели предыдущую серию, то наверняка помните об этом. И у нас осталась последняя, так скажем, финальная битва с боссом. Так, давай, просыпайся, девочка. Ну что ж, начнем наше путешествие. Как видите, все осталось у нас совсем чуть-чуть, осталось последний эпизод. Мы прошли все уровни, мы открыли все-все шкатулочки, можно так сказать, получили все достижения. Но впереди у нас, ребят, еще последняя битва. И тут, кстати, ребят, есть кое-какой секретик. Вы знали, что этой игры, можно сказать, сделать так альтернативную концовку? То есть у компьютерной, например, той же версии, то есть у нее была фактически концовка только одна. И единственное только, что можно было поменять кое-как, это если обнимать вномов. То есть, ну, ребят, если кто играл в компьютерную версию, тут поймет. Тут реально можно немножечко изменить, ну, точнее, как бы не совсем саму концовку игры, а как бы немножечко просто, так скажем, ее, ну, можно сказать, и концовку, окончание игры. То есть двумя способами можно закончить игру. Можно, так сказать, сделать, так скажем, условно настоящую, истинную концовку. И можно, так скажем, сделать неканоничную концовку. То есть, по идее, как не должна закончиться эта игра. Ну, я имею в виду, исключая тот случай, если нас просто поймает босс. Ну что ж, ребят, видите, мы нас, это наша последняя локация, последний уровень. И слышите, кто-то плачет. Причем очень горько плачет на взрыв. Кто это плачет, ребят, может, вы уже догадались. А если нет, сейчас мы увидим. Как бы, кто плачет и почему. Это же... Ой, это притворщица. Маленькая госпожа, нам нужно от нее сбежать. Так, видите, притворщица, видимо, так, ну, в качестве на кавычках играла с новой куклой, что сломала ее. И поэтому она плачет. Ой. Да, не успели мы сбежать. Ну вот, ребят, я же вам говорила, хорошо еще, что я эту серию сделала как бы отдельной, потому что я уже чувствую, что... Ну, будет у нас сейчас опять. Кстати, ребят, вы видели, как она громко на нас заорала, аж поглушила временно? Так, давайте не будем терять времени и бежим. Видимо, ребят, как думаете, почему эта притворщица за нами погналась? Ну, конечно, ответ просто. Она как бы злодейка и все такое. Но, возможно, она типа обвинила нас в том, что сломалась ее любимая новая кукла. Так, погодите, а почему я от нее сбежать не могу? Почему она так шустро ползет? Ммм, она нас сбросила. Кстати, ребят, сходит предположение, что вот эта госпожа, ну, притворщица, она альбинос. Потому что у нее, видите, очень белые волосы и белая кожа. Ну, конечно, если это типа не парик только у нее. Да не плачьте, притворщица. Все, короче, не стоим на месте, бежим сразу вперед. Давай, давай. Да как мне от нее убежать? Почему она меня догоняет? Потому что типа я не должна... Я вообще управляю сейчас за нее или нет? Я вообще управляю сейчас этой девочкой? Что-то у меня и плачат, и девчонки уже начинают раздражать, ребята. Как вас? Как бы, ну, в конце концов, она сама виновата, что поломала свою любимую куклу. Да, наверное, я не управляю ею. А нет, я управляю. Да как? Я же должна от нее отстать. Она же должна, ну, разменуться с ней. Почему я все время... Почему? Я же, я же вроде бы должна, ну, сбежать от нее. Да, а я-то хотела еще в предыдущей серии показать вам битву с притворщицей. То есть, как бы, это даже не совсем битва, мы просто убегаем от нее. Просто убегаем, и все. То есть, нам надо сделать так, чтобы она нас не поймала. Так, мы должны спуститься еще до того, как она до нас добежит. Остань от меня, притворщица, я не пробовала твою куклу. Да как? Ну да, ребят, вот вам называется концовочка. Что-то я, ребят, совсем ничего не понимаю. Она же не должна меня так-то ловить. Я же должна сбежать от нее. Ну, почему-то, почему-то не знаю. То есть, по идее, я должна от нее далеко находиться. Не знаю, ой, опять это секретная локация. Ну, точнее, секретное это ущелье. Не-не-не, не надо, мы шкатулку уже забрали. Транно как-то. Ну, давайте попробуем тогда немножко по-другому сейчас. Да хватит хныкать, притворщица. Раздражаешь меня уже, бесишь, можно сказать. Так, ну давай, спускайся. Ну, что застряло-то? Жалко, нельзя как-нибудь в обход пойти. Тут, видите, нельзя идти, ну, в обход. То есть, тут только по определенной, ну, траектории можно идти, так сказать. Вот сейчас я должна у меня все получиться. Ну да, на словах должно. А по факту... Блин, она опять меня догоняет. Ну, почему? Ну, как? Как я должна это сделать? Да, я еще что-то на дворецкого гнала, оказывается. Хотя, не знаю, может, я просто что-то не так делаю. Возможно, ребят, тут очень надо, ну, внимательной быть сейчас мне. Бежи, девочка, не останавливайся. Бежи, девочка, как? Да, я решила самоубиться, потому что я просто реально не понимаю, что надо делать. Почему? Почему я не могу от нее сбежать? Ну, по идее, я же должна от нее сбежать. Ну. А-а-а-а, я поняла. Тут, похоже, та же тактика, что и с бревнышком. Мы просто должны... Не должны жать все время. Мы должны жать только в тот момент, когда она останавливается. Вот оно что. Так, но все равно она нас пока догоняет. Давай, давай, давай. Блин. Ненавижу ее. Когда там контрольная точка? Уже скоро. Кстати, ребят, знаете, что будет с амином? Не побежим сразу. Давайте я вам покажу. То есть, что будет, а с амином поймает. Просто, ну, почему мы должны от нее убежать? О, видали? Она нас просто касанием уничтожила. Растворила в воздухе. От нас остался только наш плащичек. Плащичек-дождевичок. То есть, видите, она чем-то, ребят, я уже говорила, она чем-то напоминает хозяйку, леди, из компьютерной версии игры. Только та, ну, уничтожала, так скажем, своих жертв, ну, забирала у них жизненную силу. Но при этом она забирала эту жизненную силу с расстояния. А притворщика, видите, она касанием уничтожает, забирает жизненную силу. То есть, в принципе, если мы не будем стоять на месте, то она нас и не догонит. Давай, не останавливаемся, ползем дальше. То есть, нам надо время от времени на экранчик просто щелкать. Время от времени. Не давать ей останавливаться. Но при этом не щелкать постоянно. Время от времени. С интервалом там буквально в пару секунд. Несколько секундочек. Время от времени. Видите, ребят, хорошо пошло дело. Ой, нет, лучше сейчас мне это не говорить. А то как только скажешь, хорошо пошло дело, так дело сразу пойдет плохо. О, кстати, ребят, вот он этот момент. Видите, ребята, это шестая. Ой, видите, она упала вниз. И она зацепилась за корень. И по идее сейчас, видите, вот этот момент, который может, ну, повлиять на концовку. То есть, по идее, мы должны шестую спасти. Ой, видите, мы не спасли шестую. То есть, ребят, да, я вам решила показать, что будет, ну, если мы не спасем шестую. Ну, давай, не трогай меня, притворщица. Ой, а бежать дальше некуда. Ну, все, ребят, вот можно сказать первая концовка. Плохая, можно сказать, концовка. О, контрольная здесь. Точка здесь. Отлично. Но зато у нас, ребят, появилось время, чтобы спасти нашу шестую. Шестая, не бойся, я спасу тебя. А давайте теперь, да, сделаем хорошую концовку. Давай, шестая, я спасу тебя. Давай, давай. Все, и убегаем. Все, мы спасли шестую. Теперь надо спастись самой. Беги, девочка, беги. Где шестая? Вот она. Шестая, помоги мне. Спаси меня, я спасла тебя. Спаси меня, шестая. Давай, давай. Давай, 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 давай. Фу. Спасибо, шестая, спасибо. Видите, мы помогли шестой, а она помогла нам. Нет. Нет. Да, ребят, вот такой вот финал. Вот вам, ребят, вторая концовочка. Нельзя, конечно, сказать, что она хорошая. Да, все, что осталось от нашего главного героя. Маленький желтый плащик. Да, ребят, пишите в комментариях, ожидали ли вы подобную концовку или нет. Ну что ж, ребят, как видите, все. На этом игра закончена. Да, ребят, я, конечно, уже, конечно, ну, я же говорила вам, что я читала, ну, про эту игру. И как бы, я уже знала, какая будет концовка. Ну, все равно, ребят, как говорится, осадочек-то остался. Вот такая вот игра, ребят. Вот, говорю, давайте дождемся, когда титры кончатся, посмотрим, будет ли что-нибудь после них. Насколько я знаю, что после титров должна быть сценка. Давайте уж, ребят, потратим еще немножко времени и посмотрим на титры. А я вам пока кое-что расскажу. То есть, вот, видите, ребят? Видите? То есть, почему я говорю, что это шестая? То есть, возможно, вот именно таким способом шестая и... Ну, сейчас вы, ребят, наверное, увидите. Я немножко опять вперед забежала. Возможно, именно так шестая и получила этот желтый плащ. То есть, в чем, ребят, вот такой фокус от разработчиков? Очень многие игроки, когда начали играть в эту игру, они думали, что вот эта девочка, главная героиня, это и есть шестая. То есть, ну, девочка в желтом плаще из компьютерной и, ну, консольной версии. Основной, из маленьких кошмаров. Но, на самом деле, ребят, это вот такой немножко нюанс от разработчиков. Такой, можно сказать, прикольчик. На самом деле, нет. На самом деле, это другой герой. То есть, здесь, кстати, шестую даже шестой не называют. Ее здесь называют просто девочка в белом. То есть, видите, да? У нее белая маечка, белая футболочка и белые шортики. И почему дать и да? Возможно, да. Так оно и есть. Потому что есть такой официальный, ну, модельный лист шестой. И у нее там под желтым плащем дождевиком, то есть, видно, что у нее там, ну, есть такие тоже белые шортики. Ну, или трусики. Непонятно, ребят. А, кстати, ребят, вот сценка после титров. Давайте, смотрим, что будет дальше. Вот она, шестая. Видите, идет. Да, возможно, она немного... Ей грустненько, что она не смогла помочь этой девочке. Кстати, ребят, вот, пожалуй, наверное, одна из причин, почему... Ага, вот нас выбросило, кстати, в главное меню. Вот, пожалуй, наверное, да, и есть, ребята, причина, почему, ну, в основной в компьютерной версии игры шестая не помогает детям. Не пытается даже ничего сделать. То есть, возможно, ребят, вот эта история и есть причина, ну, того, почему шестая в какой-то степени к другим детям, ну, равнодушна. Почему она ничего не пытается сделать. И спасает только себя, и думает только о себе. Потому что, ну, вот, видите, она пыталась спасти вот эту девочку в желтом плаще. Ну, как видите, ничего у ребят не вышло. Как говорится, как не грустно. Да, вот такая вот немножечко грустненькая история. То есть, мы столько всего прошли. Ну, и каков, как говорится, финал. А финал, ребят, вот такой. А вы что ожидали? Вот, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, что говорится, какой вы финал ожидали. Ну, этой истории. Я, конечно же знаю, что для многих, ну, непредсказуем. Вот, кстати, ребят, что... В чем, как это сказать, прелесть этой игры? Она непредсказуемая. То есть, она предсказуемая только для тех, кто уже, ну, читал сюжет, читал, там, смотрел другие прохождения и все такое. То есть, этим игра и отличается вот именно вот эта вселенная, Литта Унайт Марс, фактически от других игр. То есть, потому что здесь, ну, какие-то свои повороты, какие-то свои сюжеты, какие-то свои, ну, как это сказать, суть какая-то своя, идея какая-то вот такая своя. И это как раз та самая игра, которая, ну, после прохождения, можно сказать, оставляет в душе какой-то след. И та игра, которую можно проходить несколько раз. То есть, не просто какая-то там одноразовая игрушка, которую, ну, поиграл, забыл о ней, а это именно такая игра, которая запоминается, которую хочется проходить и снова, и снова, и снова, и еще раз. И при этом каждый раз что-то новое искать. Причем, ребята, это еще и такая франшиза, в которой, как вы видите, есть и что-то такое, возможность коллекционирования, собирать какие-то предметы, искать какие-то секреточки, какие-то достижения получать. То есть, да. И, ребят, немножечко жаль, что таких вот хороших игр, как эта вселенная, их, как бы, довольно-таки мало. Ну, по сравнению со всеми остальными играми. Нет, я, конечно, не говорю, что все остальные игры полные там, совсем уж плохие, но... Просто в этой игре, Little Nightmares, в ней есть какое-то свое очарование, какая-то своя, ну... Что-то свое, в общем, есть. Какая-то своя вот эта нотка. Действительно что-то такое, что... От чего действительно может остаться отпечаток. Для кого-то радостный, для кого-то светлый, а для кого-то, может, и горестный одновременно. Но, тем не менее, вот такой вот. Ну что ж, ребят, как говорится, после этой пылкой, можно сказать, речи... Мне, как не грустно, мне придется закончить прохождение этой игры. Как видите, все. Мы с вами прошли абсолютно все. Давайте, ребят, что будет, я сама на плей нажмем. Ну, наверное, ничего не будет. Мы, наверное, просто попадем на ту же локацию, на которой остановились. Ну, да, да, видите, ребят, все. То есть, все, это последний уровень, это последняя, так скажем, наша контрольная точка была. То есть, видите, ребят, мы каждый раз начинаем с контрольной точки. И видите, у нас, в принципе, открыты все предыдущие уровни, и по желанию мы можем заново пройти любой из них, или начать всю игру с начала. То есть, все, опять-таки, будет зависеть от нас. То есть, как мы хотим. Видите, да, можно любой пройти. Еще раз найти там секретную шкатулочку. Ну, правда, открыть мы ее уже не сможем, потому что она уже открыта, но тем не менее. Ну, что ж, ребят, все. Как бы. Прохождение закончилось, игра закончилась. Да. Как говорится, как не грустно. И не потому, что я больше не хочу играть в эту игру, но, к сожалению, все. Игра закончена. Больше нету, видите, никаких уровней. Нету больше у нас секретных шкатулочек, шкатулочек, которые мы могли бы поискать. Мы нашли абсолютно все. Я даже, ребят, показала вам, так скажем, альтернативную концовку. То есть, что будет, если мы не спасем шестую. То есть, ребят, видите, шестая, это такой персонаж, которого, ну, так скажем, ну, должен остаться в живых. То есть, у которого, ну, внесюжетная, так скажем, смерть. Ну, ребят, да, говорю словами из интернета. Ну, что ж, извините, опять повторяюсь, ну, что ж. На этом все. Игре конец. Мы все прошли. Мы все посмотрели. Ага, ребят, если вы думали, что на этом все, на самом деле, ребят, нет, не все. Я вас немножечко так обманула. В этой игре есть еще кое-что, что я хочу вам показать. Я, кстати, об этом не знала сама. В этой игре, помните, я вам рассказывала про достижения, что в этой игре есть определенные достижения за выполнение каких-то определенных действий. Ну, там, пройти все уровни, открыть какое-то количество шкатулок или дать главному герою умереть определенное количество раз, ну, и так далее. На самом деле, ребят, есть тут еще кое-что интересненькое. Еще одно суперсекретное достижение. Самое секретное достижение, пожалуй. Возможно, ребят, вы, конечно, о нем уже знаете. Ну, а если, ребят, кто-то из вас об этом не знает, то вас будет ждать сюрприз. Я, кстати, сама бы об этом моменте не знала, если бы случайно, ну, если бы я не посмотрела список достижений по игре Little Nightmares. То есть, ребят, если интересно, просто так и вводите в пасковике игра Little Nightmares. Маленькие кошмарики. Достижения. Ачивминс. И там по всей прямо вселенной все достижения. Итак, ребят, что же это за достижение такое? Помните ли вы, ребята? Сейчас я, кстати, мне придется нажать опять на пуск. Так, загрузочка пошла. Так, мы опять на этой самой контрольной точке. Так, нет, пошла в баню притворщица. А, кстати, насчет притворщицы. Видите ее волосы? Сейчас я еще немножко ее поближе подпущу. То есть, я вам... Как говорится, есть такая теория, что она типа альбинос, потому что у нее белые волосы и кожа очень светлая. То есть, даже светлее, чем вот у нашей главгероини. Но только если это не парик. Но, ребят, что-то я уже, если честно, сомневаюсь, что она в парике. Потому что... Видели ведь сценку, когда притворщица и девочка упали в воду? И при этом после падения, то есть, они... Они оба погибли. То есть, да, к сожалению, оба героя погибли. То есть, и наша главная героиня, за которую мы играли, и злодейка, о которой мы спасались. Как сказать, местный вот такой маленький босс. Единственный злодей-ребенок. И так вот. То есть, была сценка, где нам показали, что от главной героини остался только ее желтый плащик. Который впоследствии и нашла шестая белая. Девочка в белой одежде. Так вот. Видите, раз плащик всплыл, то почему же тогда не всплыл парик притворщицы, если это, конечно, парик. То есть, да, ребят, вот так. И да, еще один, отвлекусь немножко, момент. Почему? Я тоже сначала думала, кстати, что вот эта главная героиня, девочка в желтом, это и есть шестая. А девочка в белом, это, ну, кто-то другой. На самом деле, ребят, нет. Как бы, все точно. У шестой, то есть, помните, я вам рассказывала про модельный лист, и я говорила, что у нее помимо желтого плаща есть еще такие белые шортики. Ну, прямо вот как здесь. Так вот, на модельном листе, да и еще, ну, на некоторых таких моментах, кадрах, можно заметить, что у нее волосы черные, густые, и они при этом короткие. Ну, как бы, прямо вот как здесь показывают. Такое, типа, каре. А у этой главной героини, девочки с длинными волосами, девочки в желтом плаще, у нее волосы длинные. Видели такие? У нее даже косичка есть, очень длинная, с красным бантиком, тянулась за ней. Ну, если, ребят, не заметили, то отмотайте записи, посмотрите еще раз на концовку, на концовку игры. Сразу заметите, как бы, что у нее длинные волосы, такая длинная-длинная коса. А у шестой волосы короткие. Значит, это да, ребят, и правда другой герой. Ну, что ж, ребят, давайте заканчиваем болтать, и давайте вернемся уже, наконец-то, к обещанному сюрпризу. К нашей секретной достижении. Итак, ребят, помните ли вы, если, конечно, кто-то смотрел предыдущее прохождение, помните ли вы ту комнату, почти самый первый уровень, а, не первый, первый, второй, третий уровень, да, третий уровень, это где мы убегали от глаза. От всевидящего ока. Так, ребят, извините, пожалуйста, горло немножко пересохло. Из-за того, что говорю постоянно, слишком долго уже и без отдыха. Так, ребят, мы вернулись на тот уровень с глазом. А, и вот, видите, который превращает нас в каменную статую. Да, этот глаз имеет нечто общее с глазом медузы горгоны. И вот в этой комнате, комнате с этим всевидящим глазом, тут есть проход в секретную комнату. То есть, где-то тут должна быть в стене типа отверстие или щели. Возможно, вентиляция вот эта, она и есть. Да, ребят, вот она, вот он обещанный сюрприз. Вот она, та самая секретная комната. И посмотрите, что у нас тут есть. У нас тут есть сломанный телевизор с помехами, который каким-то чудом держится на рваной веревке, запертая дверь с кучей замков, куча разбитых голубиных яиц и даже мертвый голубь. И что же еще у нас тут есть? У нас тут есть гнездышко с единственным уцелевшим голубиным яичком. Давайте подойдем к нему. Давайте. Да. Вот такой, ребята, милый сюрприз. Мы высидели. Мы высидели с вами птенчика. Маленького голубя. Ну как, ребят, вам понравился сюрприз? То есть это у нас называется секретная комната. А достижение называется здесь никто не ступал. То есть мы нашли с вами секретную комнату. Ну вот, ребят, вот теперь точно все. Теперь уже все. Больше из этой игры особо ничего не выжит. То есть все. Мы с вами посмотрели абсолютно все. Ну что ж, ребят. Ой. Ну да. Такой вот еще один альтернативный финал игры. Ребят, надо же посмотреть все концовки. Ну что ж, давайте-ка вернемся в главное меню. Ой. Ну что ж. Ну что ж, ребят, все. Можете меня поздравить. Так. Так, настроечки. Дополнительные. И начать игру. Со всем. Ребят, ну что ж, можете меня поздравить. Я прошла всю игру. Я прошла абсолютно всю игру Very Little Nightmares. Если вам, ребят, понравилась эта игра, то, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. И, пожалуйста, скажите, понравились ли вам достижения, понравилась ли вам главная героиня, и что вообще в этой игре вам понравилось больше всего. И как вам, ребята, такой сюрприз напоследок, так скажем, на закусочку. То есть я, конечно, могла бы его показать вам немножечко раньше. Я на нем как бы, ну, узнала не так давно, но я о нем узнала уже как бы после того, как, ну, видите, прошла вот эту кучу этих локаций, и далеко уже, извините, пожалуйста, далеко уже ушла от этой комнаты с глазом. Ну, уровня вот этого с глазом, со всевидящим оком. Ребят, простите, что, ну, если бы я знала, то я вам показала бы эту комнату еще, ну, на том моменте, то есть в первой серии, можно сказать, или в какой мы там убегали от всевидящего ока. По-моему, во второй, да, во второй серии мы с вами убегали от глаза, и тогда бы я вам ее показала. Ну что ж, ребят, на этом все. Игра пройдена, все достижения получены, все шкатулки открыты. Как бы все здоровы, все счастливы. Ну, почти все. Мы с вами закончили прохождение игры Very Little Nightmares. Мы посмотрели все секреточки, посмотрели всех героев, посмотрели все, так скажем, концовки этой игры, посмотрели абсолютно все по этой игре. И мне очень, ну, жаль, что эта игра заканчивается. Мне она так понравилась, я ее так полюбила, я так люблю эту вселенную. Как бы это даже теперь одна из моих самых любимых игр. Я надеюсь, что и вам эта игра тоже понравилась. Если вам это действительно так, если вам эта игра понравилась, то, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Пишите вообще в комментариях все, что захотите об этой игре. Напишите все, Что угодно, пишите, понравилась ли вам Эта игра, понравились ли вам герои Понравились ли вам, ну, достижения Награды, понравились ли вам вот эти шкаточки Ну И пишите, например, кто из героев Вам больше понравился, там, кто из злодеев Больше понравился, извините, конечно Если я повторяюсь, как говорится Какая шкаточка, какой секретик Вам больше всего понравилось, и, конечно, напишите Ну, понравилась ли вам Наша последняя вот эта миссия Которую я оставила, вернее Последняя вот эта секретная комната Тайная комната Которую я оставила напоследок На закусончик Так скажем, зрительно, опять повторяюсь Ну, приходится иногда заэкспирировать Так А я пока, как говорится, на этом Заканчиваю наше прохождение Ребят, ну, вы не расстраивайтесь, пожалуйста Потому что, несмотря на то, что Даже эта классная игра закончилась У нас впереди еще очень много классных И замечательных игр Поэтому, ребят, я вам желаю побольше Классных, замечательных игр Вроде этой И желаю вам, как всегда Всего самого-самого наилучшего Удачи, добра, любви, терпения Ну, и побольше классных всяких хороших игр И побольше вообще всего хорошего А пока Всем до новых встреч Я вас всех просто обожаю Всех люблю, всех обнимаю, целую Оставляю Повторяю еще, что ссылочка на Плейлист по этой игре Остается в описании под видео Всем до новых встреч Всем пока Пока-пока-пока Пока-пока О, занесло меня в конце О, я даже немножко устала Если честно Даже совсем устала, сказала бы О, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok